Поездами, самолетами, автобусами в Екатеринбург съезжаются самые талантливые и креативные, веселые и находчивые, еще совсем юные и вечно молодые вокалисты и танцоры, артисты различных жанров и возрастов. Именно ими предстоит зажечь факел. Отборочный тур корпоративного фестиваля самодеятельности «Факел», организованный ПАУ «Газпром», проходит в уральской столице с 4 по 10 ноября. До начала конкурса все участники знакомятся с площадками киноконцертного театра «Космос», на сцене которого будут разжигаться новые искры таланта «Факела». Во всех залах, в фойе и даже в гримерных комнатах с появлением артистов ощущается теплая атмосфера фестиваля. И даже холодный ноябрь за окном не способен испортить праздничное настроение. Более полутора тысяч участников и гостей, 20 команд, мастер-классы и репетиции, развлекательная программа, которая сплотит и без того дружные коллективы. И, конечно, самое главное – выход на сцену. Все это восьмой фестиваль творческих коллективов и исполнителей «Факел». Торжественная церемония открытия фестиваля символично совпадает с одним из главных государственных праздников – Днем Народного Единства. Что совпадение не случайно подтверждает парад делегаций участниц «Факела». От самой восточной точки нашей страны – Камчатки, до самой западной – Калининграда. От Кавказского юга до Крайнего Северной Ямали. Свою историю фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ведет с 2003 года. Идея «Зажигать новые звезды» принадлежала самим сотрудникам ПАО «Газпром» и была горячо поддержана руководством компании. Опенциал работников должен быть раскрыт. Это архиважная задача всего мероприятия корпоративного «Факела». И, безусловно, это то удовольствие, которое я надеюсь, что мы все с вами получим. Впереди участников фестиваля «Три конкурсных дня». Жюри предстоит нелегкий выбор. Из самых артистичных и творческих определить лучших. Номинаций много. Это вокал народный и эстрадный, хореография бальная, народная и современная. Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр и фольклор. Выступать артисты будут соло и в составе творческих ансамблей. Ничего подобного в России не создано и не существует. За прошедшие годы уровень участников вырос настолько, что мы всякий раз сбиваемся на то, что судим их как профессионалов. Мы забываем о том, что это любители. На суд зрителей и жюри свои таланты на «Факеле» представят исполнители и творческие коллективы в трех возрастных категориях. Выйдут на сцену как начинающие, так и опытные певцы и танцоры с солидным стажем работы в компании. Самым маленьким заявленным артистам всего пять лет. Целый год готовили свои номера и взрослые исполнители. Мы лауреатов на самом деле не только в Китай возили. У нас были выступления во Франции и в Италии. Для самодеятельного коллектива, самодеятельного артиста, наверное, один из таких, будем называть, маленьких пиков творческого роста. Просто это выступление в Кремле. У нас наши лауреаты два раза выступали на главной сцене страны. Этот творческий запал участников фестиваля «Факел» уже высоко оценили на правительственном уровне. Самое главное в этом – каждый сотрудник предприятия чувствует заботу о себе. У каждого работника есть право раскрыть свой творческий потенциал, увидеть, узнать себя, тем самым отдавая уже в этом ключе свои силы на благо предприятия. Судить строго, но, как полагается, справедливо традиционно будут заслуженные члены жюри. Все они – известные деятели искусств и культуры, получившие признание любовь российского зрителя. Они же на мастер-классах помогут конкурсантам придать огранку их талантам и мастерству, словно драгоценному алмазу. А как пригодится урок от мастера самим участникам, кто сорвет оглушительные аплодисменты и сколько новых звезд зажгутся на «Факеле» – все это можно будет узнать из следующих дней видеодневника фестиваля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok